Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в игрушечку под названием Moonlighter. Возможно, что сегодня у нас будет завершение этой игры, я пока что не знаю, что нас ждет за последней пятой дверью. Но у меня есть предположение, что остается, скорее всего, немножечко. Заваривайте, ребят, чаек, берите какой-нибудь вкусняшек, если есть, не забывайте оценить видео, мне будет очень приятно, и давайте начинать. В прошлый раз мы одолели технологичного стража, босса из четвертого данжа. Я там еще где-то книжку писал, как я читал, книжку какую-то из этого данжа, и... Где он находится? Вот здесь. И где-то тут вместо энергопотока прочитал энергопотолок, кажется. Там многие про это как раз-таки угарнули. Срезаться процветали, а так это все не то. А, вот, это величайшее достижение нашего времени, созданное с помощью концентрации магии. Энергопотолок, я прочитал. Я думаю, такого, у них хрена себе там, технологии, он слушается и защитой источников энергии. Энергопоток, конечно же. В общем-то, да. У меня вот он, амулет энергопотолка тут, да. Кольцо повышает здоровье, отменяет двойное урон на столичные атаки. А, ну это, собственно, да-да-да, наши типа чардж-атак, которые я, в принципе, особо не пользовался. На самом деле, могли бы взять. Не знаю даже. Но... О, кстати, у меня... Я книгу забыл продать, да? Походу. Одну. Мне написали, что оказывается, все-таки витрины, ребят, повышают цену предмета. И что у меня был момент, где у меня один предмет не покупали за 18 тысяч. А в витринах за 18 тысяч его взяли. То есть, здесь у нас они вот более желанно предметы покупают. Сюда стоит самое дорогое, кстати. Вот давайте, допустим, я... Предыдущие книжки я ставил за 43-41. Это должно быть даже дешевле. Я поставлю за 48. Вот так сделаем. А это у нас будет за... Допустим, за 55. Ну, чисто так проверим это. Хотя бы, знаете, так. Из любопытства. Не то, что мне сейчас нужны деньги какие-то. Мне нужно, по сути, только подготовиться к последнему данжу выходит. Я не знаю, это будет данж или просто какой-то босяра. Я предполагаю, что скорее всего, все-таки будет чисто босс. Наверное. Вот, смотри, может быть кут, может быть нет. Да, потому что я не знаю, какая именно здесь... Насколько сильно добавляет цены. И витрина позволяет, насколько дороже продать. Но и возможно, что как раз-таки именно из-за витрины я в паза прошлой серии одно оружие продал там счет за 300 с чем-то тысяч, а второе за 260 с чем-то тысяч. Потому что или около того. То есть разница была там приличная. Они были из одной и той же категории. Не хочет все равно брать. Засранец. Хотя... Я думал, что все-таки наценку дает больше. Так, смотрю сейчас, не так много вроде как. Так, птица. Пиш. Отвлекают меня тут. Так, давайте, смотрите, смотрите. Оп, опа купили. Отлично, все, ребят. Так, у нас здесь заказ еще хотят. Но тут мне сейчас уже золото особого смысла не имеет. Только если бы я захотел бы резко поменять себе оружие и броню. Простите, 10 этих самых, извини, но нет. Не имеет мне особого смысла. Давайте закрываемся. Начнем готовиться на финальном данже. Я не знаю, возьмем себе какого-нибудь пета. О, у нас, кстати говоря, он уже пет был какой-то новенький, да? А, я походу... А вот он у меня с собой и есть как раз. Я не помню, я с ним побегал и успел или нет, если честно. Но не суть важна, в принципе. Возьмем... Пойдем с ним, в общем-то. Надо нам так или иначе переночевать. А, ночью же, кстати говоря, дешевле цены у зелья-варилки. Правда, здесь зелья и мне только вот... Обычные зелья есть смысл купить, да, вот эти? Да, даже можно и так. Не знаю, как угодно. А вот здесь, к сожалению, из этих зелья мне ничего полезного так или иначе нет. Полностью устанавливать здоровье, жизнь необходима в особо сложных подземельях. Ух ты, стоп. А, что-то... Это еще круче зелья, чем вот эти красные банки. Оу, оно требует... Все желе, кроме самого базового. Ни хрена себе. Вау. Надо таким маленьким выгодить. Я даже не... Я просто меня смутил. Знаете что, что... Тут почему-то вот это смещается. Тут должно быть 8 банок, а их тут 9 как бы особо. А тут, оказывается, еще одна банка на хил есть. Я не знаю, может быть, у нее раньше не было. Может быть, я просто не обращал внимания. Я бы ее взял, конечно. У меня нет желе. К сожалению, я не думал, что тут такое есть, но... Да, оно пригодилось, потому что мне эти банки по 500 будут лечить. Далеко не столько, сколько 1200 хп. Не восстановят мне целиком, в общем-то, и близко. Я вот так, не знаю. Например, энергокристалл голема, которых у меня 3 штуки. Всякие вот эти вот семена, корниву роуз, мутая и так далее. Предметы, которые из боссов, мне они так нигде не понадобились. Я их не продавал, конечно. Может быть, они сделаны, чтобы, знаете, чтобы просто золото мог получить с босса, опять же, как с книжками. А может быть, они где-то нам дальше понадобятся. Но так или иначе, мне сейчас их тратить нет смысла все равно. Я куплю себе, наверное, ребят, еще баночку. Пускай будет одна, допустим. У меня как раз таки там будет 3 полноценных стака. Да. Почему-то оно не застакывалось. Даже так оно почему-то не застакывалось. Я не знаю, когда купил, казалось, дополнительно. Или они у меня до этого были растаканы, не знаю. Низусть, короче, ладно. Можно купить себе... А, стоп, декор я весь купил же здесь в прошлый раз, точно. Я просто так не хочу, знаете, как-то аж идти куда-то. Денежки с дерева. Ну, вроде бы мы готовы полностью. У меня копье, у меня лук. Я взял себе пока что барьерный амулет. Потом зайдем в данж. Мы переоденем его, если будет возможность. У меня хп краска установится. И... Наверное, погнали. Либо финальная дорога, либо будет еще одна серийка, если там все-таки какой-то полноценный данж. Я без понятия. Ну что ж, мы вроде как готовы. Погнали. Пятая дверь. Открылась. Посмотрим, что у нас за ней прячется. Может быть, кто-то, кто создал все эти данжи или что-то еще такое. Потому что до этого сюжет особо не продвигался. То есть, ничего мне не говорилось. Неизвестное подземелье 1. Один? Но карты нет. Какая-то лаборатория, как будто бы. Так, давайте, кстати говоря, я поменяю себе амулет потока. Наденем, наверное. Я вряд ли буду вторичную атаку использовать в ближайшее время. Так, что лучше пушка, пускай будет это, чем амулет, который второй, который у меня понижает атаку. Так, здесь какая-то штука. Что-то пригвоздили к... Существо как будто какой-то пригвоздили к этой, не знаю, трубе с потоком энергии какой-то. Кто-то еще сюда пришел и, походу, не дошел. Еще. Видите, это какие-то... На них, видите, сейчас какие-то вот эти вот потоки энергии. Я не знаю, как это назвать. Зеленая вот эта вот слизь. Но может, они от нее как раз-таки померли. Какие-то стражники. Может, здесь был свой какой-то, знаете, такой племя или... Народ какой-то. И как раз-таки началась здесь какая-то проблема. То есть была какая-то лаборатория, и здесь, походу, что-то пошло не так. И все померли. Вот эта энергия, она даже движется. Такие, как блеба некие. Что-то здесь такое раз... Расплавленное как будто. Пока что вообще ничего не понятно. Можно только предполагать. Но мне вот интересно так порассуждать, знаете. Так-так-так. Мне кажется, там спереди что-то важное. Так что я пока что здесь на другие стороны посмотрю. Прочитать. Прошло больше двух месяцев с тех пор, как мы миньон... Как мы миньон, который нас освободит. Чего? Мы тем временем начали разработку прототипа L. Это прототип L вот это вот. Я не уверен. Дурацкий ми-ошибка. Здесь какие-то данные биты, судя по всему. Так, давай здесь прочитаем. Отчеты показывают, что за нами по пятам идет надзор. Возможно придется уйти в укрытие, чтобы скрыть сигнал. То есть здесь какая-то была лаборатория, за ними кто-то следил. Они в попыхах что-то хотели сделать. И возможно, в попыхах что-то не по плану. Не знаю. Мы были вынуждены начать операцию дверь на замок. Миньон должен запереть нас четырьмя ключами. Миньон должен запереть нас четырьмя ключами. Затем он спрячет их до тех пор, пока стражники не прекратят поиски. Мы считаем, что на это будет достаточно вполне достаточно месяца. То есть они здесь спрятались, закрылись. Миньон должен был раскидать ключи. Это какой-то еще... Возможно, кто-то с кем будет сейчас сражаться. Хотя, наверное, нет, раз он пошел их запечатывать. И чтобы до их лаборатории никто не мог добраться. Те, кто их искали. То есть они так отгородились от мира, получается. Так понимаю. Кто они, пока что не ясно. Есть лишь один способ выбраться отсюда. Форсировать межпространственный двигатель. Врезаться в другое измерение. Или разбить пустоту. Все лучше, чем умирать от голода. Ну да, здесь делать им, по сути, нечего. Заперти в такой. Ошибка. Прототип L, наконец, за ошибка. Ну, завершен, понятно. Игнорируя проблему, мы почти завершили камеру прототипа L. Босс хочет опробовать новый корпус. Но мы еще не знаем, безопасно ли это. Ну, это в другом порядке надо было читать, чуть ли по всему. Слева направо. Я, конечно, слева снизу пошел, потом направо переключился. Выход из этой могилы становится все менее вероятным. Прошло уже три месяца. На прошлой неделе солдатам пришлось подавлять бунты. Надо как-то выбраться отсюда. Все вышло из-под контроля. Несколько коллег сошли с ума и были сразу же убиты солдатами. Разрешились сразу две проблемы. Бунты и недостаток пищи. Ну да. Процессное настроение, соответственно, уменьшились. Потому что уменьшилось число потенциальных тех, кто мог это вызывать. При этом меньше потребовалось еды. То есть нам слева говорится о... О том, как здесь... Я не знаю, просто есть какая-то градация разделения, скажем так, часть частей истории, те, которые слева, пишутся в этих компах, те, которые справа. Развитие прототипа корпуса проходит успешно. С каждым новым вариантом процент отторжения снижается. Это все они разрабатывают, да? Следующий набор измерений кажется весьма многообещающим. Набрав в нем достаточно ресурсов, мы сможем запустить прототип G. Так, это наши ключи. Или это их, точнее, голограммы этих ключей получает. Знаете, такая как бы схема, что их должно закрывать. Чем они должны запечататься? Какая-то речь про другие измерения, в том числе, идет не совсем пока, что мне тоже понятно, конечно. Наш... Это что-то там, что-то там стоит просто. Вперед ушел. Ну, погнали падать. Дальше куда-то. Может, мы сейчас эту лабораторию будем исследовать? Потому что никто не знает, что здесь было. Зачем нужны были эти ключи и так далее. Никто сюда не доходил. Неизвестно, подземелье 2. А, возможно, это этажи этого данжа, но при этом они как бы пусты немножко. Ну, или почти. Я обратно. Кажется, нам наконец пришли на помощь. Какой-то генерал как будто. Здесь нет древних развалин, парень. Мы пираты. Я. Моя уже погибшая команда. Ты. Мы уже столько веков здесь в плену. Надо наверстать утраченное время. Снова собрать команду. Грабить новые системы. Без конца. Стоп, так это какой-то пиратский корабль, что ли? Или типа того? И мы их освободили сейчас? И он пойдет сейчас набирать команду, но мы не должны его выпустить, да? То есть... Погодите, я запутался. Вроде как, как будто бы какая-то цивилизация, как бы, а вроде как и нет. К ним хотели сюда наведаться. Они хотели сделать прототип L. Решили запечататься, закрыться здесь. Раскидав ключи, да? Да, дав команду миньону какому-то. Включить и спрятать через какое-то время, чтобы их тут не нашли. И при этом... Здесь они обречены были на голодную смерть. Типа того. Не с всем понятно. За твою помощь, парень. Я благодарю тебя, я разрешаю тебе уйти. Я же сказал, уйти. Давай пусти, я уйду. О, куда? Последний межпространственный пират. Да, походу... Я не знаю, я не уверен, что я догадался правильно. Что-то... Нифига себе больно. Эть. Тихо, тихо, тихо. Что-то жопаю, чую, что у него не одна фаза будет. Что он еще в этого робота, например, залезет или что-нибудь в таком духе будет. Эть. Хотя хп у него много, на самом деле. Так, вернись вниз, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Раз, два, три. Максимально простые тайминги, конечно. Но это, я думаю, что первая фаза, вряд ли здесь финальный бой. Такой примитивный будет. Чеконик. Типа, чем мне еще тут надо, да? Ну да, естественно. От него, видите, вот это какая-то... Какая-то улитка из него поплыла. То есть она, это по сути, как экзоскелет какой-то был у него здесь, да? Что в таком духе. Теперь он перешел в машину. Ооооо. Фух ты, блин. Тинтакли по мне, по лицу прошелся. О, он еще под... Он подо мной еще бьет. хорош непонятно клещет так о блюбы ой так это возможно что для главный блюд как раз таки хорош да ты чё гавню непонятно как мне были нормально от него на самом деле его атаки доджить пока что предугадывать точнее хорош уйди так это он меня закрывает вот так тема похожа на саму о стук стоп банки банки стандартная тема игры но в другом ритме каком-то бей есть добили на этом все будет или нет но что все кстати но не факт он во что мы здесь останемся что мы не сможем выйти то есть по сути это история про очередное освобождение какого-то засранца которого ты пришел освободил и убил то есть залезли ему туда зря до херов мерчин готы гоу фастки фул мечом мерчин дали мне очки скричь за прохождение за какое-то время там за победу за счет еще слушайте вы не можете вот так взять и закрыть подземелья это какая-то полиция так прямо которая как раз таки и хотела прийти от которой они закрылись и сейчас когда их открыли все вот это добро да они таки поняли что здесь что-то запахло жареным и они такие нет сорян ну тут полиция будут закроем кто вы такие вообще слушай старик эти подземелья созданы из частей других измерений да слушайте вот теперь понятия становится что что я краска предполагал мне были предположены насчет того что это где то вот знаете как будто вы цивилизации какие-то отдельные в каждый из книг рассказывались какие какие-то отрывки отголоски и и как раз таки что они совершенно разных времен совершенно разных стилей где-то там энергия где-то просто пустыня где-то лес где-то камни и как раз киа это там межпространственный пират и как раз таки а там и сказано было что он по измерениям гуляют с единственной целью обеспечить легкий сбор трофеев а то есть это место где можно собственно из разных миров все быстренько так нул дать ты же не думаешь что артефакты просто так по так под ногами валялись извольте обращаться ко мне с уважением вы здесь чужой и кстати нас даже вот в одном подземелье можно было найти комнату измерений из другого как бы тоже если все так как вы говорите почему вы не прибыли раньше подземелья появились тут давным-давно сэр тут все очень сложно извините если я не был безукоризненно живи безукоризненно вежлив мы искали гораздо больше чем будет в среднем живете на свете мы потеряли их в измерении гейзеры из тех пор не могли отследить а недавно заработал их маяк он навел нас на эту планету их кого кого это их межпространство пиратов но да да маяк когда мы пришли он заработал я так понимаю да и они отследили и нашли его краски и они не могли отследить до тех пор пока это подземелье было запечатано судя по всему возможно что запечатали подземелье как раз таки для того чтобы их не нашли ну собственно не просто закрыться а чтобы в принципе не смогли найти надо успеть до того как они начнут поиски что в таком духе межпространственных пиратов межпространственных пиратов существ существ полностью состоявших из межпространственной жидкости они смогли очень быстро развить межпространственное перемещение кто бы мог подумать что будет игра реально в которой блёба это главные антагонисты так сказать а знание это они использовали а знание это они использовали чтобы красить из других измерений согласно нашим отчетам они должны прятаться за этой дверью и мы такие выходим оттуда Это что за паренек Явно не пират Они походу не ожидали, что там уже как бы С пиратами разобрались Все такое, ну конечно нет И по сути кстати говоря мы сейчас воровали Из этих подземельев как пираты Пользовались Я вспомнил планету сокровищ Сейчас кстати И там было Как же там блин Я очень отдаленно помню этот момент Из мультфильма То ли там был какой-то вот Легенда была о каком-то пирате И он легко очень То ли Флинт, то ли еще как-то не помню Который очень легко умудрялся Как-то добывать сокровища Мог быть в нескольких местах одновременно И как раз таки у него была карта При помощи которой он мог телепортироваться В разные измерения И вот так вот он надыбывал все свои сокровища Вот мне вот это сейчас напомнило И мы по сути эти пираты были такими же А мы такие взяли и пришли и использовали их Их, скажем так, для того, чтобы набирать богатство Как бы мы тоже тут Скажем так, воровали из других миров получается Ну конечно нет Уилл До чего же жалкий вид Ты в порядке там, Уилл? Да, конечно Мы там пирату последнему жопу надрали Что-что? Ты сражался с роботом-медузой? Это, наверное, их босс Никогда его не любил Говоришь, там больше никого нет? Но не все друг друга поубивали Потому что были там заперты Ну а что им вообще делать-то было? По сути Ну, кстати говоря, гениальный план тоже Знаешь, так какие-то злодеи тебе мешают Взяли, замариновали их Там просто друг другу там Постепенно исчезнут Все там слопнется А, ну-ну Что-то даже с трудом верится Подождите, подождите, пожалуйста Мне надо посовещаться с отрядом Посовещайся, можешь зайти внутрь Так, лейтенант Разгоняй столпу Нам нужно место Есть капитан Старика и паренька, выпавших Из двери оставьте Ну, как всегда, естественно В центре событий Пираты Теперь эти еще Воры они все Так, слышали, капитана? Не на что тут смотреть По домам вам идти Не обязательно Хотя нет Идите по домам Вдруг вы их больше не увидите Все, расходимся Все, расходимся, пожалуйста Или все Не знаю Все привычка Даже если написано все Я буду считать все иногда Не везде Ее пишут, в общем-то Я и сам так не делаю, собственно Так Посовещавшись Я принял решение За участие в краже артефактов Из другого измерения Все на этой планете Будут арестованы По крайней мере Вы должны бы Мы должны бы так поступить Но Этот юноша Помог нам разыскать пиратов Мало того Он лично одолел босса пиратов Сделаем так Я просто не буду упоминать Факт кражи в отчете Насколько я вижу Дальнейшее расследование Проводить не нужно А подземелья Этим мы закроем Ну, собственно, да Я все правильно понял И мы реально, получается, воровали Скажем так Тоже артефакт Теперь это не будет Такой возможности А если бы мы не открыли Последний данж Они бы нас не отсадили Можно было бы дальше Тырить артефакты И зарабатывать бабло Я скажу вот что Пользоваться ими дальше Будет заведомо Незаконным деянием Но мы вас так просто Не оставим Не думайте Из-за ваших контактов С другими измерениями Это просто невозможно Честно говоря Я хотел бы просто Стереть вам память Но это запрещено И не просто так Скажу честно Та планета Так и не восстановилась Впрочем, я отвлекся Мы пригласим вас Участвовать в МСТ В межпространственном Соглашении о торговле Так вы сможете Законно вести торговлю С другими измерениями На то, чтобы подготовить вас И ваша планета уйдет Какое-то время А пока что Известите, пожалуйста Население Пусть готовятся То есть нас За счет этой истории Мы хоть потеряли Артефакты Из других измерений Но у нас появляется Возможность Отторговать С целой кучей Других цивилизаций Ну что Вроде все хорошо Сворачиваемся Скоро вернемся К вашим К вам соглашениям Рада знакомству Как говорится Не то, что очень рады Ну вы поняли Кстати Никому не говорите Что ходили в подземельях Или мы всех арестуем Ну да, по сути Если мы скажем На мировом рынке Что мы ходили в подземельях Значит мы типа Такие Ну мы Еще до официальной торговли С вами тырили ваши артефакты Короче Примерно так это звучало бы Ну все Пока Давай пока-пока Как-то так Теперь все становится Реально понятно В плане истории В этой игры Игре Я Честно говоря До сих пор В голове не укладывается Но должен сказать Сдается мне Ты оказал этому городу Нашему миру Большую услугу Но теперь может Ты послушаешь меня И останешься уже дома Старовато я уже Для таких приключений Так Мне торговать чем-то надо Так Ну хотя в подземелье Тоже не больше не ходить Давай вернемся в город И расскажем хорошие новости Интересно Как здесь будет подано Или будет ли подано Вообще То что А Все Резко Что это как бы Рогалик Да И Вот История Закончилась Но тебе же Должны позволить Скорее всего Если ты хочешь Дальше Играть в этом мире Там Дособирать все Оружки Если кому-то Хочется Коллекционировать Походить еще В эти данжи Там все такое Может быть Там сказали бы Что Втихаря Там можешь В принципе Походить При желании Я думал Там что-то такое Скажет Но нет Вроде как Может Это здесь Не предусмотрено В принципе Титры собственно Можно ускорить Можно пропустить Не знаю Есть В целом Всем атак Будет ли там Что-то такое Особое в конце Хотел бы Немножечко Хоть получается Такая небольшая серия У нас будет Собственно Да Я ожидал В принципе Такого Немножечко Ряд поговорим Касаемо игры В целом Игра у меня Остала Приятных впечатлений Но я бы не сказал Что это Какой-то там Невероятный Прям проект Это приятно В нее Позалипать Поиграть Пройти ее Она коротенькая Буквально На 10-20 часов Она есть Вроде как Вроде как На андроиде Она есть Если не ошибаюсь Не уверен Сдавелся Или нет Я опять Что-то забыл Хотелось бы Больше игр Таких вот На телефонах К раз Которые так адаптируются На такой На телефоне На телефоне Например Поиграть Было бы Самое том Мне кажется Но И вот Как слышал я Изначально Что игру Сравнивают С культом ЗЛМ В том плане Что игра Культ ЗЛМ Изначально Подиздевает себя Типа как Якобы Рогалик Хотя на самом Деле В итоге Ты понимаешь Что это Больше симулятор Культа И там На 70% Это культ Именно Что На 30% Это забеги Здесь у тебя Изначально Чуть-чуть Такого впечатления Начинает Ставаться Ты начинаешь Видеть Связь игры Но я бы сказал Что это Очень быстро Развеивается По крайней мере Для меня И такое Больше Двух часов Наверное Такое впечатление У меня бы Не длилось То есть Если поиграть В игру Больше Я бы не сказал Что они В этом плане Похожи Потому что В культе Все таки Очень много Реально акцента Именно на сам культ Не на забеги Интерактива Много Всяких Плюшек Всяких Штучек Которые тебя Мотивируют Реально этим Заниматься Какие-то квестики Очень много Всяких Вещей И которые Хоть и Знаете так Не то что Прямо обязательны Но они Имеют смысл Какой-то Этим хочется Заниматься Здесь Действительно Как многие Отмечали в комментариях В игре Как будто Свалили Много всего Почему здесь Так много Дэвид 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 Здесь так много Что вообще Элиста Интересно Понятия не имею Вряд ли титры Вряд ли в игре В индийном проекте Такое количество Разработки Наверное Что-то пролистал Или что-то Другой Общель Не знаю Давайте Скипнем Все-таки Наверное Что он тут Знать Может что-то Еще будет Впереди Ничего Поэтому Все в полиске Удивился Еще В смысле Поздравляем Новый режим Новый игра Плюс Теперь доступен В главном меню Да ребят Здесь есть Новый игра Плюс Но я ее Проходить не буду Я не думаю Что там что-то Будет Служил Хороший отдых Перед новым Приключением Дайте спать Когда будете готовы Я не думаю Что в этом Какой-то Есть особый Смысл Потому что Здесь вряд ли НГ плюс Будет как-то Продуман Вроде Как здесь Просто Стату Стату Больше Так Моя Что Твоя Твоя Сохраняется Может быть Его Можно будет Бесконечно Качать Кристаллами Например И Просто У тебя Будет Там Не знаю Враги Будут Жирнее Врагов Будет Больше ХП Чтобы Просто Знать Так Если Ты не Наигрался Можешь Начать Играть Заново Но При Этом Ты Не Теряешь Того Что Уже Прошел Чтобы Не Просто На Заново Новый Сейф Начинать Там Можно Собирать Все Кольца Че-то Такое Еще Там Предметы Все Потрогать Собирать Покрафтить Всякое Поиграть Чисто Другое Оружие Например В том Чите При Желании Можно Здесь У меня Теперь А Можно Я так Понимаю Наверное Все Таки И Походить В Уже Существующий Данжи Скорее Все Тоже В общем Тезина Как и писали В комментариях Что Ощущение Склада Такое Что Здесь Целая Куча Всяких Таких Механик Которые Тебе Просто Скорее Разговоры Про Другие Измерения Ну Да Которые Тебе Просто Навалили Как будто У Разработчиков Было Много Всяких Таких Мыслей Идей Записок Скажем Тогда Что Можно Добавить К игре А Можно Думал Нельзя Что Открыто Все Которые Навалили Но Не знали Как Реализовать Чтобы Они Прям Полноценно Потому Что Действительно Таких Аспектов Здесь Очень Много Это Рогалик Хотя Сказал Что Роглайт Это Понятно Но Прям Роглайт Роглайт Я бы Сказал Потому Что Игра Такая На Прохождение Максимально Опционально 53 Шмотки Есть Пояс Шапка Наоборот Шапка Доспех И Ботинки У тебя Либо Повышенная Скорость Бега Либо Ничего Либо Пониженная Скорость Бега На Жир Разница Минимальная Между Всем У каждого Оружи Ты Либо Выбираешь Статусный Вариант На Редкие Атаки Либо Чисто Домажный И Просто Тоже Качаешь То есть Типа Такого Вот Давайте Сделаем Рогалик Где Будет Рпг Составляющ Но Сделаем Ее На Один Процент Буквально Здесь Есть Еще Например Петы Есть Но Петы Вопрос Что А чем Они Друг От Друга Отличаются Старжевая Турель Этот Хилит Ладно Этот Атакует Большинство Петов Которые Здесь Они Просто Атакуют С разным Форм Фактором Друг От друга Они Принципиально Как-то Не Отличаются Какого-то Особого Стрегу Но Тебе Не Дают Тоже Добавили Но Вроде С одной Сторон Такие Решения Когда Они Не Особо Влияют На Забег Они Тебе Не Напрягают А С другой Стороны Имеют Для Они Смысл В Принципе Как-то Ну Типа Они Есть И Есть Хиллер Хочется Не Заморачиваться Насчет Такого Знаете Но Если Рассуждать Я бы сказал Что Да Это Максимально Опциональная Штука В общем Как и Шмот Здесь Просто Бери Себе На ХП И Что Ты Танк Что Ты Не Танк Что Ты Ловкий Перц Тебе Все равно ХП Будет Выгоднее Чем Скорость Бега Которая Ты Практически Не Почувствуешь Разницы Незначительно Будет То есть Какого-то Такого РПГ Вставляющий Типа Вроде Как Есть Номинально Но На самом Деле Тут Это Прям Ну Так Например Есть Зелье Из Зачарования Предметов Что Тоже Просто Крутит Тебе Стадо Зелье Например Могли Бы Сделать Спокойно Чтоб Зелье Были Интересно С бабами Но Здесь Два Типа Зелье Либо Тебя Которые Ведут К Следующим Этажу То есть Напрямую Боссу Либо Который Открывает Весь Данш И Таких Зелий На Каждый Данш Соответственно Тоже Смысла В этом Не то Что Могли Быть Так Что Например Там Есть Зелье Атакующие Там Что Еще Такие Эффекты Баф Базовые Тебе Давали Ну Чтобы Тебе Было Ограничение Что Не мог Много Собой Таскать Например Или Еще Что Такое Но Тогда Надо Было Балансить Игру Так Чтобы Они Не Были Приятны Актуальны Хотелось Это Использовать Все Уже Существенно Сложнее Требует Балансировку Всего В принципе Дальше Например Вот Что В культе Знаете Культ Основное Все Таки Здесь Казалось Изначально Что Основным Будет Магазин А не Забеги Вот То есть Вот Так Но Если В культе У тебя Реально Там Получается Много Всяких Строений Ты делаешь Дополнительно Там Развивается Функционал Твоего Культа Растет Он Тебе Расширяется Там Целая Куча Всяких Интерактивов Которые Пусть Тебе Не Обязательно Для Прохождения Игры Но Все Таки Этим Любопытно Заниматься Здесь У нас Есть Магазин Который Ты Вроде И Развиваешь Но Все Что Тебе Добавляется Это Стол Заказов Это Декор Это Коробка Это Воришки Но На деле Это Все Меняет Геймплей Магазинной Части От Того Что В самом Начале Ты Видел Буквально На Считанные Проценты То есть Практически Ничего Не Меняется Тебе Изначально Любопытно Поторговать Побарыжить Повычислять Цену Но Как только Ты Это Понимаешь Это Буквально Засчитанные Первые Пару Часов Игры Больше У тебя Ничего Не Меняется Вроде Как Магазин Здесь Могла Стать Основной Такой Штукой Но Для него Нет Тоже Какого Особого Интерактива В большинстве Случа Ты Просто Делаешь То же Самое Но С Более Ты Просто Постепенно Больше Фармишь Больше Больше Лута Можешь Выставить И так Далее Но В плане Ощущений Никак Эта штука Тоже Не Раскрывается Каких-то Таких Особенностей Нет И вот Например Есть Стол С теми Заказами Но Их Не Хочется Выполнять В них Нет смысла Некуда Тебе Реализовывать Во-первых Все Это Добро Это Тебя Байтит Ходить В предыдущей данжи Как в культе Было Например Когда тебя Просят Какие-то Сделать Действия С предыдущей данжей Но там Предыдущей данжи Как меняли Здесь я не знаю Сырям Ни один писал Что я сказал В предыдущей данж Какой-нибудь Написал только Одинчик Я не верю Что там Что такое Особое Есть Не знаю В общем Насчет Этого И тоже В культе В принципе Тоже Можно было На самом деле Скипать Такие просьбы Которые Из предыдущих данжа Тебя Предлагают Но Вот я говорю В этих заказах Как-то смысла Особого я тоже Не вижу В основном Тебе проще Проще Гораздо Просто Вот Идти В свой данж Особо Не париться С ценой Посредней цены Продавать Все побыстрее И идти по новой Если вот Выбирать Знаете Такую максимально Рациональную Не пытаться Развлекаться Самостоятельно А максимально Рационально Играть Как тебе Выгоднее Да Именно То Действительно Тут Есть заказы Типа Такой Вот Держи заказ Только Ага Понятно Забавно Использит Это я конечно же Не буду Есть вот Тетушка Которая Тебе Предлагает За работу Продавать Самостоятельно Будет Тебе Такой Окей Понятно Хотя На самом деле Это просто Такая Заточка Чтобы Если что На поздней игре Можно было Не тратить Время На продажу Если тебе Она не хочется Но тоже Не имеет Особо Никого смысла Это Тоже Самый Тут Просто Ускорить Немножечко Процесс Но Тема Магазин Она никак Не раскрывается В дальнейшем Вот Я бы Сказал Так Есть Вот Например Крафт И мне Понравилась Такая Структура Что Знаешь Ты Приходишь Данж С оружием Предыдущего Уровня Сначала Тебе Тяжеловатенько И постепенно Ты Крафтишь Оружие Актуально Для этого Данжи Из его Улучшения И уже Становит Себе Стат Начинает Техватать И постепенно Проходишь Дальше В принципе Чтобы темп Более-менее Такой Размеренный Чтоб Чувствоваться Прогрессия Какая-то Это В принципе Так Приятно Весьма Ощущается Но Не то Что Крафт Здесь Какой-то Прям Сверх Естественно То есть Он Максимально Линейный Можно Что-то Докупить Если что Если Хочешь Можно Даже Вообще Не парить На самом Желаем Просто Продаешь Все Добро А потом Если что Покупаешь По Высокой Цене Да Пусть Не очень Рационально Зато Не тратишь Не тратишь На это Время И быстрее Все Накопишь По Новый В общем То При Желании Удобно То Что Есть Много Мелких Таких Опций Как Выбрать Там Желаемое Что-то Еще Такое Но Честно Говоря В инвентаре В клавишах Можно Немножечко Потеряться Типа ЛТ РТ Взять Удержать Можно Удержать Партию Можно Как-то Взять Это Закрыть И Выкинуть Это Можно Немножечко Потеряться Но Это Допустим Ладно Почему Она Не Стакается Туда Сюда Для Меня Не Очень Удобно К примеру Особенно Когда У тебя Отсортирован Не Отсортирован Например А куда Сортировку Нажимаешь Но У тебя Просто По Цене Сортирует С С С С С Удобно Чтобы Тебя Не Застакалось Ну Да Если Тебе Так Не Надо А С Другой Стороны Нет То есть Когда Как Есть Например Тут Удобно Что Есть Книжка В которой Ты можешь Посмотреть Историю Цен Это Все Прикольно Так Но Я Говорю Что Магазин Все Так Он Не Раскрывает До Конца То есть Есть Например Механика Спрос Высок Что Такое Еще Можно Вообще И Не Пользоваться Она Не Настолько Тебе Даст Прям Много Профита Чтоб С Этим Заморачиваться Каждый Раз То есть Ты По сути Просто Выставил Предмет На Продажу И Продал Побыстрее Пошел Следующий Данш Не Хватает Просто Разнообразия Раскрытия Каждого Буквально Составляющего Игры Его Не Хватает Его Просто Показали Типа Вот так Вот Есть Но Зачем Это Тебе Будет Я Не Знаю Есть Например Декор Он Дает Какие-то Базовые Стат Тоже Типа Купил Поставил Забыл Все Есть Тут Например Тот Же Банкир Тебя Надо Приходить К нему В конкретный День За Которым Надо Следить Постоянно Который Больше Нигде Никак Не Фигурирует По Сути Кроме Вот Разве Что Добавили Что Ты Мог Сложить Свои Деньги Получить И Как Другим Способом Ну Нахрена Он Нужен По Большому Счету Типа Ну Такое Прям Может Сложить Много Денег Конечно Получить Небольшую Выгоду Вечно С ним Бегать Но Не Выглядит Как Что Интересное Я Был Как Буду Опять Было Много Заметок Как Не Добавили Как Туда Но Смысла В них Особо Нет У меня Было Вначале Впечатление Такого Пазлового Боя Когда Там Надо Было Чтобы Один Мрак Ты Можешь Ударить Только Со Спины Другой Моб Он Стреляет Постоянно По Горизонталь Тебе Надо Забайтить Его На Атаку Обойти Побить Третьего Моба Надо Чтобы Он Ударился В препятствии Потом Его Можно Было Но Такое Было Поначалу И тебе Тоже Знаешь Такой Типа Показали Ага Посмотрел Увидел Все Поехали Дальше Про это Забыли И дальше Действительно У меня Все бои По сути Были Просто Зашел Выносишь Мобу То есть Пазловая Составляющая Боя Какая Мне Изначально Погадала Что Есть Она Все Так И Исчезла Мне Лично По первому Впечатлению Эта Игра Напомнил Очень Rock Heroes Ruins of Tassos Я в нее Когда-то Играл Собственно И вот там Такой Пазловый Бой Но К сожалению Ребята Эта Игра В России Сейчас Стиме Недоступна Разработчик Ограничил Собственно У кого Она Есть Она Останется Доступна Но Так Ее Получается Что Не Приобрести Если Что И вот Там Такой Пазловый Бой Именно Был Там Много Было Всяких Ловушек Всяких Таких В принципе Пазловых Составляющих Даже Не Только Там Бой Был В Комнатах Разные Тоже Были Данжеты Данж Надо Было Еще Найти И Было Тоже Тьма Тьмучей Каких Там RPG Составляющих Которые Максимально Опциональны Там Целая Куча Классов Целая Куча Прокачек Развития Поселения Но В этом Плане Она Похожа В таком Пиксельном Стиле Тоже Разные Статы Есть Разные Классы Которые По-разному Атакуют Там Все Такое Можно Кооп Тоже Есть Поддерживающиеся Очень Много Чего Можно Прокачивать Подземелье Надо искать Подземелье Проходить Все Такое Пазловые Комнаты Где-то Надо Например Сдвигать Какие-то Колонны Где-то Что-то Нажать Где-то Что-то Еще Сделать То есть Думал Что Будет Такое Вот Такого Рода Будет Что-то Но Нет Мунлайтер Это Как-то Так Щелчком Понуса Как будто Он Пазл Составляющим Я сделал И потом Такой Ушел Дальше Ну Вот Кому Понравилось В принципе Знаете Так Мунлайтер И хотелось Бы Что-то Такого Еще Побольше Позалипать Но Это Тоже Игрушка Не Дождь Какой-то Эталон Что-то Такое Вроде Как Рогалик Да Но Для Меня Реиграбельность Рогалики Определяет Разнообразие Комнат Генерации Всяких Предметов Всяких Их Сочетаний Билдов И вот Такого Разнообразия Здесь У нас По сути Просто Два Оружия Плюс Пет Они Дают Небольшое Разнообразие Но Типа Это Не так Много Всего Это Игра На Прохождение И На Реиграбельность В итоге Она Все Проходить Заново А хоть Что-то Меняется Но В комнатах Разнообразие Просто Минимум То есть Это Буквально Секретка Альт Этаж И событие Где тебе Надо Зарядить Сундук И вот Тебе Тоже Так Показали Что Типа Ага Вот У нас Была Идея С интерактивом Для Комнат Вот Мы Как Раз Так Показали Что У нас Такая Заметка Была Но Мы Это Никак Не раскрыли Вот У меня Такое Впечатление Создается Потому что Тоже Так Вот Сундуком Буквально Единственное событие Которое было И каждый раз Оно В радость Хотелось Было Таких Вещей Всяких Побольше Как В интеракан Например Там Есть Разные NPC Что-то Еще Такое Какие-то События Тебе Редко Попадаются Какие-то Чаще В Многих Других Там Тоже Аналогично В Забег Не ощущался Как Просто Линейно Ровный Такой Вот Например Мне В Dead Cell Не хватает Таких Событий На Каждый Этаж Там Принципе Просто Обычные Магазины Которые Не создают Уникальных Ожиданий Такого Как Вайзеке И Просто У тебя Линейно Линейно Идет Этаж Вот Такого Там Тоже Хотелось Больше И Вот Здесь Тоже Такого Не Хватает Как По Духи Вещей Значит У нас Есть Например Инвентарь В котором Вроде Как Тут Знаешь Такая Сортировка Где-то Что-то Важное Распределить То есть Там Вот Здесь Стаки У тебя Никуда Не Исчезнут Вот Точнее Линия Вторая Вот Это Рюкзак У тебя Пропадает Если Ты Умираешь Соответственно Тебе Надо Наверх Как Более Дорогие Вещи Складывают На самом деле Так Мало Влияет Так Редко Это Оказывает Серьезное Какое-то Влияние Чаще Всего На это Забиваешь Болт Либо Практически Забиваешь И Например Есть Проклятия Которые Заставляют Себя Грамотно Сортировать Но Проклятия Которые Горизонтальные Например Или Вертикальные Тебе Правило На них Всегда Места Хватает В принципе Ты Просто Расставляешь И В 90% Случа Проклятия Соответственно Тебе хочется Снять проклятия Для того Чтобы просто Стакать Чтоб Освободить Место Ну а Какие бы у тебя Там проклятия Ни были Кроме Разрушаемого Предмета Который От получения Урона Ты в принципе Это как правило Всегда можешь Все здесь Разместить У тебя Не будет Что 90% Предмета С проклятиями До сих пор У меня не было Ни одной Такой ситуации Что мне не хватало Банально Места Может быть Не хватало Один раз Где-нибудь Когда у меня Целая куча Предметов С одним и тем же Проклятием Проклятие Разрушает Другой предмет Поставил его Так Чтобы оно Утыкалось В никуда Проклятие Можно поставить Только в определенное Место Поставил его Туда Места Все равно Хватит Проклятие Превращает Другой предмет В себя Так это Вообще Хорошо Разместил Более Грамотно Получил Больше Денег Но чаще Всего Механика Проклятия Интересна А вроде Как и Не доработали Потому что Тоже показали Но тема Не особо Развилась И вот так Буквально Практически С каждым Аспектом Этой игры Вот есть Например Здесь сюжет Да вроде Как Точнее Не знаю Сюжетом Можно ли назвать Ну да Наверное сюжет Не особо Места Но тебе О нем Ничего Про процессе игры Не рассказывать Чуть-чуть Про твоего Героя Главного Про его Родители И так далее Но максимально Опционально И в конце Тебе вдруг Что-то Рассказывают То есть Концепция Допустим Но это никак не раскрыли То есть На это тоже Не сделали акцент В игре Много всего Намешали По чуть-чуть Но ни один Из аспектов игры Не раскрыли Полноценно Опять же Ребят Повторюсь Мне игра Принесла Позитивные эмоции Да и я Когда записываю Мне в принципе Всегда Кайф записывать Мне было приятно Пройти эту игрушку Но я не могу Отнести Каким-то там Знаете Ультра качественный Проект Продуктом Или чем-то Таком еще То есть И не нахваливать Не перехваливать И так далее Соответственно В этом плане Радует Что она хотя бы Знаете Не заставляет Себя Не затягивает Бесконечным гриндом То есть Здесь казалось бы Такие цены высокие Да Но ты быстро Все фармишь Тебе не приходится В одном данже Прям по тонне попыток Вот так вот сидеть Ты Если быстро проходишь Ты быстро можешь Собственно Тебя не ограничивает Искусственно Вот такими вот Аспектами Какими-то Неприятными Гринд есть Но его Прям минимум Я вот Сетеря отзывы в стиме Там мельком читал Там многие жаловались На гринд Где вы тут гринд Нашли особо Только если вы умираете Буквально в каждом забеге Тут действительно Буквально можно Проходить данж Вот если Не знаю У тебя был бы телепорт Двусторонний Ты буквально В пределах одного забега Практически полностью Весь лут Который тебе нужен На прокачку Ты можешь налутать А может два забега Почти полноценных Тебе хватит На то чтобы Прокачать весь шмот И прокачать Два оружия То есть Гринга тут Существенно меньше Чем прям Во многих играх Оно поначалу Создает такое впечатление Но оно ложное Оно впечатление Создает то что Магазин здесь доминирующий Механик Но он тоже ложный Потому что Магазин никак не раскрывает Здесь забеги тоже Не сильно раскрываются Но все таки Ты в них гораздо больше Проводишь времени У тебя все таки Есть разные мобы Разные данжи Разные боссы То есть этот аспект Он гораздо больше развивается Чем магазин Который просто увеличивает С размеров И добавляется Какая-то очередная Максимально опциональная функция Типа расставил декор Забыл все Поверить заказы Такой Ага Понял Забыл Потому что Проще просто зарабатывать Нет мотивации Этим заниматься Вот как-то так Поэтому складывается Такое впечатление Что это Какая-то Типа Бета-версия игры Вроде как и завершена игра Ну тут все механики Вот эти вот Все в кучу добавили их И ни одна из них Как-то так не раскрывается Но при этом Тем не менее Игру вполне себе Приятно Так знаете На расслабончике Вечерками Поигрывать Почилить Пройти Здесь приятный Очень приятный Визуальный стиль Офигенный Пиксель арт В принципе Как по мне Он такой вот Ламповый Прям Релаксирующий Музычка кайфовая То есть ты приходишь Сюда отдыхать А не серьезно Рассуждать О каких-то вот Таких более серьезных Походов К игровой разработке Или чем-то еще такого Мне кажется Ну как-то Как-то так Надеюсь что ребят Вам понравилось Тепорхождение Было интересно Посмотреть эту игрушку Кто ее собственно смотрел Опять же Кому понравилось Кто хотел бы Поиграть в такое побольше Например сам Рекомендую эту игрушку По крайней мере Не то что рекомендую А присмотреться к ней Потому что может быть Вам понравилось бы Как раз так Там есть свои такие Интересные решения Опять же С поиском данжей Если кому-то хочется Знаете Там больше Монлайтера И то что Был такой Что тут Пофармить Пособирать То что бывает Такой кайф Знаете Просто Когда у тебя есть много На что можно потратить ресурсы Ты постепенно Постепенно Вот это все собираешь Такое знаете Вот некое Упорядочивание Если кому-то Такого хочется То вот В принципе У меня Первая ассоциация Которая у меня была Вот еще С первой И так она у меня Примерно осталась Но там в игре Вот я говорю Пазл составляющая В комнатах Больше Но больше Гринды И так далее Но относительно Знаете Такого у меня Вот схожее впечатление Составляет игрушки При Игра При Прохождении В общем-то Схожие эмоции Вызывают На этом на сегодня Ребят все Я думаю Будем закругляться Можно посмотреть Какие здесь Если описано Здесь Что делать Новая игра плюс Можно копировать А как мне Новая игра А вот новая игра плюс Новая усложненная игра С секретными предметами С секретными предметами Выберите пройденный этап Можно То есть Соответственно Даже При желании Раскопировать сейф Свой сейф оставить Так А новую игру плюс Начать на На копии Своего сейфа Собственно Вот так вот Тут твой шмот Весь сохраняется Не пусти Старик домой Я не буду Ребят проходить Я не вижу смысла Там будет Даже если там будет Что-то новенькое Там будет новенького Буквально на На считанные проценты Барьерный амолед Плюс один Ну да Здесь Накачается шмот У тебя будет Больше статов Все такое Если будешь дальше играть Снова неизвестно Все что у меня здесь было Отображается так Все по новой Никому нет Да Это просто Кто не наигрался Кто хочет еще раз Это все Пройти Но при этом Не дублировать Абсолютно то же самое Хотя бы там числи Словно говоря То есть если что-то меняется То там буквально Четыре процента Смысл на это Записывать по новой Ребятки Я сразу говорю Не вижу И не планировал Как-то так Пишите свои мысли Касаем игры Как она вам Но ребят Давайте без Пожалуйста Такого неадекватного Негатива Когда просто Это бывает такое Что люди Прямо их разрывают Их в жопу Они просто чисто Обсирают и все А если допустим Что-то такое Покритиковать Да то По крайней мере Вот так вот Как я например Отделываю на позитиве Вполне себе так порассуждать И все Из интереса Но без такого Вот Платока просто Говна Как некоторые Выливают сразу же То я такое уже встречал В том числе По адресу от игры Всем ребят Спасибо за просмотр С вами был как всегда Леоми Надеюсь что вам понравилось Прохождение Вы получили от него Удовольствие Было интересно посмотреть Послушать мои мысли Возможно кому-то Кто решил послушать Все в конце Подписывайтесь на канал Я буду очень рад Надеюсь что увидимся В других прохождениях В ближайшем прохождении Ребят я не знаю Что у нас будет Пока что Не буду планировать Потому что вампиры Скоро закончатся Относительно Ганфар ребор На пару серий Скорее всего вернется На канал Может быть уже вернулся Еще другое Как это видос Я не знаю точно Потому что я записываю 22 часа А ганфар Выбой 24 Обновление вроде как На пару серий Может быть тоже выйдет А дальше буду думать Что будем Следующий собственно Записывать Оставляйте комментарии Ребята Оценить видео Мне будет еще приятно Вступать на сервис Скоро 10 Пообщаться На канал Все играем Что на них В случае чего Но я ожидаю Всех в хорошем стране Такого же дня Всем удачи До встречи Всех кусь-кусь И всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok